Евгений Львович Шварц, известный у нас больше как автор детских пьес, но он вообще-то много чего, там и сценарий для кинофильмов, и прозаик, и так далее. Родился 1896 год в Казани, отец еврей, ну врач, в общем он был студент-медик, потом врач, мать у него тоже врачиха была. Отец принял православие, потому что женился на русской, то есть у него мать русская, отец еврей, причем отец, когда женился на матери Шварца, принял православие, соответственно, Шварц был крещеный, и по понятиям Российской империи он был русский, хотя отец еврей. Допустим, по понятиям Гитлера в любом случае еврей, как я рассказывал, у Гитлера был конфликт с церковью по этому поводу, церковь считала, что если крестился, то не еврей. Ну, семья матери была из Рязани, семья отца из Екатеринодара, распределение он получил в город Дмитров, его отец, но был арестован там за антиправительственную пропаганду, причем сын у него был маленький два года. Так что раннее детство Шварца, они мотались по разным городам, их ссылали туда-сюда, арестовывали отца и так далее. Ну, кончилось тем, что они осели в Майкопе, где-то уже после революции пятого года, когда определенные либерализации, забыли его отцу, что он в оппозиции был. Работал он там врачом, потом в Баку работал его отец врачом, в принципе, он сын врача, да, сын врача еврея. В принципе, он говорил в дневниках своих, что он себя евреем не ощущал в Российской империи, выкрестов никак не выделяли. А уже вот позднее, когда модернизм уже пошел, религия не стала играть роли, да, конечно, Шварц уже себя как бы евреем считал, да. А в Российской империи он не понимал, что он еврей, потому что его так как православное воспринимали. Ну, хотел он тоже стать писателем, кончил реальное училище в Майкопе, родители деньги собрали, послали его в московский университет, и все деньги, которые ему дали, он там, короче, в московском университете на юриста учился, и вместо того, чтобы на юриста учиться, он ходил все в театр, в цирк, короче, увлекся искусством. И потом все деньги, короче, там потратил в Москве на театры, и в стоптанных ботинках вернулся к родителям в Майкоп, обнищавший, короче, так и не кончил вуза. Но, тем не менее, формально у него пара курсов было, поэтому, когда мобилизовали, уже 16-й год был, Первая мировая, да, он мобилизовали, Шварца, и его уже, короче, в прапорщики послали в военное училище, потому что студент. Ну и получилось, что уже революция 17-го года, он пока там учился в военном училище, 5-го октября, за 20 дней до революции, он стал прапорщиком, ну и на фронт уже не попал, потому что большевики мир заключили. Однако он попал в белую армию, в 18-м году воевал за белых, в том числе в добровольческой армии Деникина, участвовал в ледяном походе, это самый Шварц у нас, первопоходник, да, то есть такой кондовый белый, однако он там в первом походе, у него была контузия при штурме Екатеринодара, в ледовом походе он получил контузию при штурме Екатеринодара. И потом болел, попал в госпиталь, после госпиталя демобилизовали, он поступил в университет в Ростове-на-Дону, там при белых, и занялся там театром. Ростов-на-Дону, там начало немцы, потом Деникин, там они сделали театр, театральная мастерская, потом пришли большевики, и большевики, когда Шварца мобилизовали на фронт, то уже послали его там в актеры, у них на фронте были агитбригады типа, и раз уже у Шварца получился опыт актерский, ему там 24 года было, они его все-таки послали в театр. Ну вот, значит, у большевиков он в театре играл. В том же 20-м году, когда он во фронтовом театре большевиков играл, он женился на армянке, тоже актрисе Гаяне, и при этом он крестился в армянскую церковь. Сам Шварц писал, что ему на религии плевать было, но так как он крестился в армянскую церковь, в 20-е годы, хоть и большевики, частично сохранялась вот эта религиозная идентификация, потому что Шварц потом смеялся над этим. Он был также армянином по документам длительным, потому что крестился в армянскую церковь. То есть, хотя он по отцу еврей, он в Российской империи длительно считался русским, потом он считался армянином, потому что крестился в армянскую церковь и так далее. Но потом, естественно, когда он с этой армянкой развелся, он все-таки Шварц в основном говорил, что он еврей. У него и фамилия эта еврейская. Ну вот с этой женой они все выступали в театре, она актриса, так как был голод, поехали в столице выступать. Когда они ехали из Ростова в Петроград, они все деньги перевели в подсолнечное масло, потому что была инфляция, и в бидонах везли подсолнечное масло, чтобы его продать в Питере, и таким образом. То есть нельзя было деньгами возить, деньги обесценивались, там миллионы были в 21-м году при НЭПе. Но прибыли они в Петроград, подрабатывали там всякие балаганы и так далее. Ну и вот Шварц рассказывал, что за вечер они с женой получали 2 миллиона, и это хватало на несколько бутербродов из черного хлеба с селедкой, эти 2 миллиона. Грузчиком тоже работал, продавцом, познакомился с кое-какими писателями, писал филеетоны, тоже вот в попытках подработать. Это начало 20-х, вот при НЭПе самые голодные годы у Шварца. Был секретарем у Корнея Чуковского, известного критика, даже уже в Серебряном веке. Ну и вот через Корнея Чуковского вошел в литературные круги. Потом он уехал на Донбасс, работал там в газете, там он все больше уже все писал, какие-то рассказы, тары-пыры. Сблизился с Олейниковым, дружил с ними, фактически Шварц, ранний Шварц это группа Абариу. То есть это авангард этот самый, эти постфутуристы уже. Работал уже в Ленинграде ответственным секретарем журнала Ленинград. Ну и Абариутов их всех переводили в детскую литературу, потому что во взрослом уже эти бунтари все не нужны были, а для детей как-то они писали так витиевато. Практически все Абариуты, даже тоже Харамс, Олейников, все они детские писатели. Ну и естественно Шварц, который у них работал, тоже перевели в детскую литературу и там он себя нашел. Работал в детских журналах под руководством Самуила Маршака и Маршакова в общем наставил. То есть вот начиная с Маршака уже Шварц становится нормальным таким писателем, продаваемым. И Маршакова воспитывал, чтобы он стал писателем и балду не пинал. 24-й год, первое детское произведение Шварца «Рассказ старой балалайки». С 25-го года постоянно работает в детских журналах «Ёж и чиж» и пишет книжки отдельные для детей и так далее. Все, детский писатель. Пьесы все детские у Шварца, все мы знаем, однако они у него все с намеками и чем старше Шварц, тем более взрослые на самом деле. Ну такая вот манера детского писателя, фактически воспитанная Маршаком. А Маршак воспитывался на английской детской литературе. Она есть у Шварца, вот у Шварца всегда в пьесах что-то такое нерусское заметно. Это Маршаковское, скорее всего, воспитание. Маршак был переводчик профессиональный с английского. Ну, первая детская пьеса «Ундервуд» 1929 год. Ну, Хармсу и Маршаку не понравилось. Маршак ему сказал, книги надо писать, а не пьесы и так далее. Но Шварцу все-таки как-то к театру все его тянуло, он уже всю молодость театра провел, поэтому все-таки пьесы он писал. Ранние пьесы 30-х, известные локально там в Ленинграде, сейчас неизвестные, они не экранизировались. «Остров 5К», «Клад» и так далее. Потом в 30-м году он бросил жену-армянку и женился на Екатерине Ивановне Зильбер, которую как раз он воспевает в пьесе «Обыкновенное чудо», а свою жену-армянку он вывел как мачеху в Золушке, то есть такую противную, такую рваческую и так далее. Разругался он с ней. Ну, в 30-е очень много пишет и всякого там. Рассказы, стихи, пьесы для детей, подписи к рисункам, либретто для балетов, репризы для цирка, кукольные пьесы для театра, кукол образцов и так далее. Значит, в 30-е все, он уже массовый такой детский писатель, хорошо оплачиваемый. 34-й год приняли в Союз писателей СССР. Потом Чиж редакцию упразднили, и он работал уже полностью в театре. В принципе, он помогал Олейникову, Заболоцкому, которых репрессировали. В этом плане, да, вот репрессии, да, его друзья, абориуты были репрессированы. И, в общем-то, намеков с фигой в кармане против Сталина у Шварца много еще в 30-е. Причем это было опасно, тем не менее он диссидентствовал. Но в определенных кругах интеллигентских это, наоборот, было признаком, так сказать, большого ума, что намекает против власти, и они, наоборот, Шварца любили именно за это. И вот у него даже в 30-е, 40-й год, допустим, пьеса «Тень» и пьеса «Дракон», они были сразу запрещены, потому что антисталинские намеки были очевидны даже этим дебилом-цензором. Тем не менее, Шварц был, безусловно, советский патриот, тем более еврей, тем более война, Гитлер. В начале Великой Отечественной войны просился в ополщение, у него руки дрожали, не взяли. Остался в блокадном Ленинграде, писал там всевозможные сценки и пьесы, на радио работал. В самую голод, в самую блокаду, гасил зажигалки там, бомбы, все. Но, в общем, его все равно эвакуировали 11 декабря 41-го года. Но блокады он там насмотрелся до 11 декабря, там множество умерло в первые же месяцы, и мог и Шварц умереть. Эвакуировали его в Киров, лимит багажа был 10 килограмм, взял с собой пишущую машинку и он сжег свои дневники Шварц. То есть вот потеря такая из-за этой эвакуации, что дневники 20-30-х у Шварца нам неизвестны. Он их сжег. А позднейшие дневники Шварца известны и довольно хороший текст. И такой памятник эпохи. Работал он в областном драматическом театре в Кирове, где написал пьесы «Одна ночь о защитниках Ленинграда», «Далекий край об эвакуированных детях» и там же писал пьесу «Дракон». То есть вот он пишет патриотические пьесы против Гитлера и сам же в это же время пишет для себя пьесу против Сталина «Дракон». Значит, в 43-м году эвакуировались Сталинабад. В мае 44-го уже фронт к Польше приближается, поэтому он возвращается в Москву. Там состоялась премьера «Дракона», сразу после премьеры «Дракона» тоже запретили. Как «Тень», так и «Дракон» содержат очевидные намеки на сталинизм и на всю ситуацию с этим связанную. Поэтому их запрещали сразу после постановки, но тем не менее Шварца почему-то не репрессировали. Ну, видимо, потому что, в принципе, тогда, получается, надо признать, что тут намеки антисоветские, признать, что это сатира про вас. Как бы, это тоже нельзя было. Но, тем не менее, да, вот такой вот факт. Очевидные антисоветские пьесы «Дракон» разрешили в 62-м году. И как раз в 60-е годы Шварца очень популярен. Со всеми его намеками, со всей этой оппозиционностью 60-ники прямо на ура. У 60-ников такая вот и культура была, что мы советские, но мы будем потихоньку пинать этих советских. Мы советские, но мы выше. Ну, вот Шварц им как раз вот оптимально шел. Что Шварц советский, но он и с большими намеками антисталинскими идет. Вот Шварц для 60-ников подошел. В 62-м все разрешили. «Дракона», «Тень», находили там глубокие смыслы, рекомендовали для детей, для подростков, экранизировали всего Шварца во всю деревню. Вот 60-е и 70-е пиковая популярность. А мы уже, в принципе, не понимаем даже вот этой культуру. Этого намека для нас выглядит наивным, детским, глупым, да. Шварц, а вот для 60-ников выглядел тонким, таким возвышенным, интересным. После войны ввел дневники и тоже потом издал, тоже довольно интересные тексты. Писал сценарий для фильмов, наиболее известный «Золушка», «Первоклассница», «Дом Кихот». И как раз после войны он написал «Обыкновенное чудо», которое было экранизировано. И, кстати, долго шло и в театрах. И в театрах оно успешно идет. Уж понятно, Шварц всю жизнь для театра писал и сделал то, что в театре пойдет. Вот «Обыкновенное чудо», это позднее его, он уже совсем, уже ему 60 лет, он «Обыкновенное чудо о любви» пишет. Ну, несколько инфарктов, постельный режим, депрессии в конце жизни, ожидания смерти. Еще лежал и ждал, когда же умрет. Ну, это для многих стариков характерно. Умер 15 января 1958 года. Последние его слова были «Катя, спаси меня, обращенная к жене». Награда у него есть Орден Трудового Красного Знамени, 1956 год. Как раз в 50-е оттепели, и Шварц пригодился, умер в рассвете славы. Ну, от иронии судьбы, в рассвете славы он в жуткой депрессии умирал от инфаркта, то есть слава ему не помогла никак. Ну, тем не менее, жизнь прожил. Значит, сочинение. Ну, начало 30-х малоизвестное, хотя стиль он уже вырабатывает. В принципе, Шварц тот же, но ранее его пьесы менее известны. «Принцесса и свинопас», «Голый король», «Красная шапочка» неплохая. Ну, хорошо известна «Снежная королева» у Шварца. Это переделка Андерсона, но сильная переделка там. Надо сказать, что вот мы как раз почему-то «Снежную королеву» в версии Шварца все смотрели, но совсем не та, что у Андерсона. У Андерсона христианская сказка, христианская притча даже. Ну, впрочем, у меня про Андерсона есть клип, и там я рассказываю. Переделанный совершенно там Андерсон. Потом «Тень». Ну, «Тень», она, во-первых, антисталинская и вообще анархистская. Ну, анархистская в той степени, в которой советская интеллигенция была анархистская. Она фронтирующая, да? Она скептическая по отношению к власти. Типа, во власти одни подлецы. Это такой анархизм, так сказать, с которым человек может работать, тем не менее, в отделе пропаганды, да? То есть, а вечерами говорить, что нами правят мерзавцы. Ну, такого рода анархизма у Шварца хоть отбавляй. Кроме того, в «Тени» там фрейдизм. Там вот про то, что у каждого своя тень. Это очевидный фрейдизм, и это юнгианство. Во все дыры просто. Надо сказать, что фрейдизм в 30-е как раз одна из самых популярных на Западе штук, а у нас запрещен был. Ну, у нас, в принципе, запрещен-то правильно, а потом от него и в Америке отказались. Конечно, мистическая теория, но популярная и в Европе 30-х. Поэтому в данном случае он как бы интеллектуал, проявил свой интеллектуализм, элитаризм, сделал детскую такую притчу на фрейдистскую тематику, и интеллигенция это заценила, а Сталин это запретил нафиг. Ну, то есть, сталинская цензура. А потом эту тень в 60-е вытянули, ставили по ней фильмы, обсуждали все бурно, и как бы там ценили уже все намеки, и фрейдизм тоже ценили в 60-е у нас. Сказка о потерянном времени тоже его, есть экранизация хорошая. В войну очень много антисоветского, но оно агитационное, поэтому малоизвестно. В 44-м году дракон. Ну, вот дракон можно с Аруэлом сравнить. Поэтому я сразу Шварца после Аруэла ставлю. Дракон о чем? Что, значит, хотели убить дракона царизма, но сами стали драконами. Дракон конкретно о революции. Это аллегория именно о революции 17-го года, что вот убиваем, так сказать, деспотическое правительство царя, а потом сами стали деспотами еще хуже. Ну, Аруэл, конечно, глубже. Ну, Аруэл – это роман, в котором все сказано напрямую, который сопровождается социальными трактатами. Это я имею в виду 1984, да? Автор 1984, Аруэл, хорошо знал троцкизм, сталинизм, был публицистом, там, левым мыслителем, поэтому он все это дело проанализировал, так сказать, на всех уровнях. Шварц – это просто сказка с намеками о том, что да, вот мы убиваем дракона, сами в него превращаемся. Ну, Аруэл там сколько угодно, стек над пропагандой там постоянный. Ну, это все, думаю, дракона читали, и все там знают. То есть, да, это Аруэл, но слабый, советский такой, как бы подцензурный такой. Да, и то запретили, и то все поняли все равно. Ну, там так вот, что уж совсем уже понятно. Вот. Ну, наши диссиденты любили, конечно, Шварца именно за дракона. Да, именно так понимали драконы. В Перестройку драконы экранизировали, все смотрели на партсобраниях, там, или на комсомольских, больше собраниях, больше детская, да, на комсомольских собраниях и в школах. В Перестройку обсуждали, допустим, фильм, экранизацию дракона Шварца. И говорили, что вот наша советская власть переродилась, хотя она революционная, хотела дать людям свободу, справедливость, ни хрена такого не дала, и стала тоже драконом. Почему такая фигня у нас происходит, непонятно. Ну, и вот это, в этом плане драконы обсуждали. Допустим, детей спрашивали, вот как ты считаешь, Вася, почему вот такая фигня происходит? Ну, Вася что-то такое говорил. Вот так вот. Обыкновенное чудо 1956 года. Там есть любовная интрига, на которую переключено внимание. Но надо сказать, что в обыкновенном чуде сильная критика власти. Причем король изображен уже как Хрущев. Если в драконе прямо вот сталинский дракон, то тут Хрущев, который придурковатый, что-то там все время, так сказать, какой-то добрый, придурковатый, нескладный, но при нем министры мерзавцы и так далее. То есть Хрущевская, это власть оттепельная, так сказать, беззубая советская власть, тоже изображена отвратительно, на самом деле, в обыкновенном чуде. И, в общем, Шварц у нас мастер держать фигу в кармане. Это тоже все-все поняли, что тут пародия на Хрущеву. Обыкновенным чудом. И тоже ради этого и смотрели. И друг другу, так сказать, подмигивали. Ну, про наше это подмигивание у меня еще много будет впереди. Оно прямо будет фонтаном идти в 60-е и 70-е. Там целая культура будет вот эта, двоемыслия, намеков там и таких. И, к сожалению, вот она потом повлияла на то, что у нас перестройка. До сих пор все что-то намекают, что-то кривляются. Хотя давно уж пора всю правду сказать и не намекать. Ну, вот Шварц такое вот задал, что мы будем, так сказать, служить коммунистам, но при этом мы будем на что-то такое намекать. Будем сказки рассказывать. Ну, вот такой у него был, так сказать, бифейвор, такой у него был способ справиться, да, с реальностью. Много сказок. Доктор Эболит, это его. Ну, сценарии, то есть, да, сценарии фильмов. Доктор Эболит, 38-го года. Зимняя сказка, 45-го года. Знаменитая Золушка, 47-го года. Знаменитый Дон Кихот, 57-го года. Все его. Мария Искусница, 59-го года. Это фильмы, это его. Каин, 17-ть. Это пародия политическая, 63-го года. Прекрасные, тоже его. В принципе, практически каждая экранизация Шварца, либо фильм по его сценарию, это великое советское кино. Но экранизация Шварца, это, допустим, обыкновенное чудо Марка Захарова, но все смотрели. Убить дракона того же Захарова, перестроечное, да, Тень, 91-го года, Сказка о потерянном времени, Тень, 71-го года, тоже прекрасно. Все смотрели. Поэтому у меня тут будет краткий клип. Дело в том, что у меня есть обширная хроника кино, где я все советские фильмы великие, все рассказываю, все анализирую, и там все это есть. То есть получилось, что я уже всего Шварца рассказал в лучшем виде, потому что лучшее советское кино это и есть Шварц. Поэтому я туда, так сказать, посылаю, и тут пересказывать не буду. Там вагоны текста по этому поводу. И специфика еще какая получилась. Так как этот Шварц хорошо известен, и в основном по фильмам, и в принципе известен каждому советскому человеку, я не знаю, как насчет молодого поколения, все, кто из прошлого века, все этого Шварца видели и на нем воспитывали всех. Так вот, всякие блогеры, сетевые интеллектуалы любят эссе писать про советскую культуру именно по Шварцу. Что вот это все знают, все на этом воспитаны. Естественно, наступает синдром поиска глубокого смысла, и в этом Шварца что угодно ищут. Но надо сказать, что Шварц, он такой, в нем можно что угодно. Это вот эта вот каббалистическая еврейская культура, где то одно, то другое, а что конкретно непонятно, в этом плане, конечно, еврейский писатель Шварц. Ну и вот этот еврейский писатель в советскую, эта культура особенно оттепельно и вписался, где вот это вот как раз имело смысл, вот это вот азиатское все это намекание. Когда, как бы, что-то сказал, вот и не пойми, что можно и так понимать, можно и сяк понимать. Это, конечно, рабское, это азиатское, почему я говорю азиатчина, да, это рабская позиция, свободный человек прямо говорит, что он хочет. Ну вот такая вот рабская культура у нас советская. И Шварц все-таки был талантлив и хорошо это сделал. Они его любили, все наши эти интеллигенты советские, которые боялись сказать прямо. И сейчас приписывают ему всевозможные смыслы, которых у него, видимо, не было. Ну, пожалуй, вот и все про Шварца. Дело в том, что я про него много говорил уже в кинофильмах, поэтому вот и хватит. Ну, в какой-то степени, да, наш Оруэлл, но трусливый, такой намекающий, вечно из угла, вечно фигу в кармане показывающий. Оруэлл настоящий, в отличие от него все написал открытый, как свободный человек, а не как раб. Поэтому Оруэлл лучше. Оруэлл.